Начался первый полный походный день. Это когда просыпаешься в палатке и понимаешь, что вся эта городская суматоха, вся эта дорожная суета, они остались в прошлом. Утомленный вчерашним переходом организм никак не хочет вылезать из спальника. Значит, самое время рассказать о предполагаемом маршруте этого похода. Все свои походы я стараюсь планировать максимально разнообразными, потому что надо дальше весь поход сплавляться по одной и той же речке, где свернуть-то никуда невозможно, или по одному и тому же озеру. Вот этот поход у меня будет трехэтапный. Сначала будет большой озерный этап, потом речной и потом самый большой – это морской этап. Еще этот поход, он частично такой ностальгический, потому что 20 лет назад мы с братом Олегом прошли часть сегодняшнего маршрута от станции Лоухи. И мне хотелось пройти этот маршрут снова. Тогда мы шли с ним в реку Керить, после острова Рео Тушуари, где я сейчас нахожусь, а сегодня я пойду в озеро Керить. Вот вчера этот ностальгический маршрут прошел. Мало что изменилось здесь за 20 лет. Хотя на том месте, где когда-то было болото, где мы ночевали, сейчас уже молодой лес. То место я еле-еле нашел. Так, ну ладно. И сегодня, значит, я пойду дальше в озеро Керить, почти прямо на юг. Я еще давно заметил в Яндекс-фотках, заочно познакомился с такой командой, которая много лет подряд на паруснике ходит по озеру Керить. Я думаю, ничего не ходят по одному и тому же озеру. Мало что ли в Карелии хороших озер и море есть. А вот ходят и ходят. Думаю посмотреть, что же такое это озеро Керить. Потому что, судя по фотографиям, ничего там такого примечательного нет. Вот я пойду по этому озеру Керить. Если так по прямой идти, то это будет, наверное, дней 5-6. Я никуда не тороплюсь, поэтому я пойду окойными путями. Потом у меня будет Волок по трассе Кола из бухты Ноктева в озеро Первое Ноктева. Там начнется уже второй речной этап по реке Воньга. Ну, про Воньгу я опять же узнал очень-очень давно, когда еще брат Олег подарил мне книжку «Сто избранных маршрутов для путешествий на Байдарке». Вот там среди корейских маршрутов был один по Воньге. И уже тогда было написано, что он очень популярный и очень многолюдный. Я подумал, нет, пойду-ка я лучше сначала по другим маршрутам, поинтереснее, где людей поменьше, а этот оставлю как-нибудь на потом. И вот прошло больше 20 лет, и это потом оно вроде уже наступило. Пойду ли я точно по Воньге, я пока еще не решил. Возможно, что оттуда же можно свернуть еще и на Кузьему. Продолжительность и того, и другого варианта примерно одинакова, где-то 10 дней. Ну, а потом уже начнется самый-самый большой этап. Из бухты или из губы Понгама вдоль побережья Белого моря до губы Чупа. Этот этап займет примерно так, ну, максимум 30 дней. Часть этого маршрута я уже проходил в 2013 году, от Гридина до губы Понгама. А вот маршрут от Гридина и до губы Чупы я еще ни разу не ходил. Так что я тоже собираюсь где-то дней за 20 не спеша пройти до острова Пежостров. И потом последние примерно 10 дней просто отдыхать в уже знакомых местах, на знакомых островах Керетского архипелага. Погода, конечно, будет не очень, это уже конец августа, с учетом еще и нынешнего глобального оледенения, терепотепления. Ну, зато народу там не будет, стоянки все свободны будут. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот примерно где-то здесь стояла наша палатка. Двадцать лет назад ночевали вот на этой самой палатке. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вот здесь черника явно созревает раньше, чем в других местах. Хотя сейчас она еще зеленая. Лето такое. Пойду заберусь вон туда, на самую макушку. Здесь, видать, был пожар, поэтому столько сочин падавших. Точно. Пожар очень старый, лет, наверное, может уже сто назад. Хотя вот это дерево не сильно старое, тоже обгорелое. Наверное, пожар здесь случается довольно часто. О, куда я вылез. На какую обзорную площадку. Вот отсюда можно обозреть озеро Плочечное. Вон там лохи, вон башни торчат. Три крупных. Это МТС, Билайн и Мегафон. А левее, поменьше, тоже Мегафон, но это уже на самой станции Лохи. А вот эти три, они ближе к трассе стоят. Так, сниму видео пейзаж на память. И черт, не видно. Вот такое болотце. Хочу вот здесь вот по верхушкам пройти на южную сторону острова. посмотреть те места, по которым мне предстоит плыть дальше. А тут наверху довольно-таки уютненько и живописненько. Почти что шишкинские места. Туда. Туда. Вот на таком острове можно поселиться и робинзонить. Сюда редко кто забредет, кроме какого-нибудь шального туриста. Вот это уже вид на юг. О, а здесь наверно была геодезическая вышка. Высшая точка острова Риатушуари. Ну что еще здесь может быть? Хотя может быть какие-то ритуальные сооружения. Вот это похоже на ритуальное. не знаю. Не знаю, что это такое. Загадка острова Риатушуари. Интересно, есть здесь смотровые площадки? на юг посмотрите. Каминюка. Так, ясно. Это спуск. Вон уже вода. Ничего не видать. Вот это цветущая сосна. Вот отсюда пыльца. Желтая вылетает. А потом эти самые шишечки они тоже падут. И тоже на воде будут такие большие разводы образовываться. Тоже пожарище. Пойду туда. Вот. Осталось только байдарку разыскать. А кстати, вот она. Встроенный компас не подводит. В смысле, натуральный компас. Кажется, ветер чуть-чуть стих. Экскурсия на макушку завершилась. Макушка оказалась не такая уж и большая. Вот пока лазил поверху, аккумулятор сел в экшн-камере. Надо поставить на зарядку, раз солнышко есть. Вот зарядка. Так, а здесь что-то стоит. А, этот еще не заряжен. Так. 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 надо усовершенствовать все это дело. Так да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Острова Близнецы Остров Леотушуари Ну что, пора попрощаться с большим красивым островом Теперь я иду туда и дальше на остров Матюши Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь, наверное, самое удобное место О, а это что там такое? Так, вот здесь можно перекусить Скоро 3 часа Пора что-нибудь перекусить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, надо что-нибудь основательное сварить Кашки что ли Или супчику И заодно этот островок поснимать Вернее, оба этих островка Остров Матюши Вперед на разведку Вперед на разведку Так, здесь стояночка Вот тут посмотрю Вот тут посмотрю На острове Матюши На острове Матюши живописных местечек много На западной стороне Да и на южной тоже немножко есть Стояночка На самом западном Матюши На самом западном Матюши А это сам Матюша Собственной персоной Так сказать, автопортрет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok